Тема десятая. Абсолютизм второй половины XVIII века. Параграф первый. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II. Характеристика просвещенного абсолютизма была дана русскими дореволюционными историками. Это политика союза абсолютистской государственной власти с рационалистским просвещением, преследующей определенные преобразовательные цели. Сам термин, вероятно, заимствован из переписки Екатерины II с Вольтером. Именно в его теории идеальное государство или просвещенный абсолютизм есть гармония просвещенного монарха и просвещенного народа. Специфические условия России второй половины XVIII века и личные качества монарха позволили говорить о политике просвещенного абсолютизма и назвать этот период русской истории «золотым веком Екатерины». Будущая императрица Екатерина II, урожденная София Августа Фредерика Ангальцерцкая, приехала в Россию в 1745 году и была выдана замуж за наследника русского престола Петра Федоровича. В отличие от своего мужа Екатерина постаралась достаточно быстро натурализоваться в России, усвоить ее язык и обычаи. Ею двигало непомерное честолюбие. Она усвоила идеи просветителей об общественном благе как высшей цели государственного деятеля, о необходимости воспитания и просвещения подданных, о главенстве законов в обществе. Но эти идеи Екатерине пришлось реализовывать на русской почве с учетом исторических особенностей России. Кроме того, вступив на престол в результате дворцового переворота, Екатерина должна была поддерживать дворянство и соответствовать идеалу русского монарха, продолжателя дела Петра Великого. Отсюда противоречивость между декларациями и делами. Уже в самом начале царствования ей удалось избавиться от претендента на российский престол, узника Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича, убитого стражей при попытке освобождения поручиком Мировичем в 1767 году. Своего сына Павла мудрая правительница держала на коротком поводке, не отпуская далеко и не приближая к власти. В 1763 году Екатерина приступает к реформе Сената. Он был разделен на шесть департаментов и под руководством генерал-прокурора, назначаемого монархом, стал органом контроля за деятельностью государственного аппарата и высшей судебной инстанции. В ходе реформы Сенат лишался своей главной функции, законодательной инициативы, которая фактически перешла к императрице. Параграф второй. Внутренняя политика Екатерины Второй. Внутреннюю политику Екатерины Второй можно разделить на два этапа. До крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева 1773-1775 годы и после нее. Внешней оболочкой первого периода царствования Екатерины был просвещенный абсолютизм, а ее внутренним содержанием – дальнейший рост дворянских привилегий. Тем не менее, многие мероприятия Екатерининского правительства несут на себе печать просвещенного абсолютизма. Это и распространение образования, и осуществленные в 1764 году секуляризации церковных земель, и проведение генерального межевания земель, и законодательство о крестьянах Прибалтики, и уложенная комиссия. Правда, разногласия в уложенной комиссии по многим вопросам, особенно по крепостному праву, послужили причиной ее закрытия. После грандиозной крестьянской войны правительство провело ряд мер с целью укрепить государственный аппарат. С 1775 года проводилась Екатерининская губернская реформа. Вся империя была разделена на 50 губерний. Более мелкой единицей стал уезд. Во главе губернии стоял губернатор. Иногда две-три губернии объединялись под властью особо назначенного сановника, наместника или генерал-губернатора. В городах вместо воевод были поставлены городничие. Уездом управлял капитан-исправник. Было проведено разделение административных, финансовых и судебных дел. Для заведования всеми финансовыми делами губернии была образована казенная палата. Кроме того, в каждом губернском городе находился приказ общественного презрения, ведавший школами, больницами, богадельнями и приютами. Дворяне фактически получили право местного самоуправления. На своих собраниях они выбирали уездного предводителя дворянства. На таких же собраниях в губернии выбирался губернский предводитель дворянства. В результате проведения губернской реформы отпала необходимость в ряде коллегий, которые были упразднены. Остались только военная, морская, иностранная и коммерц коллегии. Созданная губернской реформой 1775 года система местного управления сохранилась до 1864 года, а введенное ею административно-территориальное деление до 1917 года. 21 апреля 1785 года в день рождения Екатерины II одновременно были изданы жалованные грамоты дворянству и городам. Этими двумя грамотами Екатерина законодательно утверждала права и обязанности сословий. В период ее правления дворянство окончательно сформировалось как привилегированные сословия. Жалованная грамота дворянству подтверждала старые привилегии, монопольное право на владение крестьянами, землями и недрами, освобождение от обязательной службы государству, налогов и телесных наказаний, право на торговлю и предпринимательскую деятельность, передачу дворянского звания по наследству и невозможность лишиться его иначе, как по решению суда и так далее. Одновременно дворянство получало особые сословные корпоративные органы, уездные и губернские дворянские собрания. Раз в три года эти собрания избирали уездных и губернских предводителей дворянства, имевших право прямого обращения к царю. Издавано главенствуя в центральном аппарате и в армии, дворянские представители стали все чаще занимать многие чиновничьи должности в губернском и уездном административном аппарате. Таким образом, дворянство превращалось в политически господствующее сословие. Жалованная грамота городам разделяла все городское население на шесть разрядов и устанавливала определенные привилегии для гильдейского купечества и именитых граждан. Возникали органы городского самоуправления, городские обыватели получали право заниматься торговой и предпринимательской деятельностью. Однако привилегии горожан на фоне дворянской вседозволенности оказались неощутимыми, и попытка заложить основы буржуазного сословия в России Екатерине II не удалась. Привилегии дворянства не могли не сказаться на положении крестьян. Указы 1763, 1765 и 1767 годов недвусмысленно показывают, что крепостное право достигает своего апогея. У крестьян было отобрано последнее политическое право жаловаться на своих помещиков, которые могли их без суда наказывать или ссылать в Сибирь в счет сданного в рекруты. Социальная напряженность не могла не найти выход в какой-либо форме протеста. Параграф 3. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 1773-1775 годы. Вызванная усилением крепостнического гнета крестьянская война 1773-1775 годов подпитывалась идеей воцарения на престоле законного монарха-мужчины. Не случайно хорунжий казачьих войск Емельян Пугачев объявил себя счастливо спасшимся императором Петром III Федоровичем. Самозванчество и народный протест в истории России всегда органично сосуществовали. Самому простому желанию масс жить лучше соответствовала вера в доброго для народа царя. Начавшись в 1773 году на реке Яик, Урал, восстание затем охватило огромную территорию Урал-Приуралье-Поволжье. Главными действующими силами войны стали казаки, горнозаводские рабочие Урала, крепостные крестьяне и народы Поволжья. Основные цели движения были изложены в многочисленных манифестах Пугачева. Освобождение от крепостной зависимости и всевозможных повинностей по отношению к помещику. Передача всех земель и угодий, проживающим на них казакам, крестьянам и нерусским народам Поволжья. Освобождение от любых государственных повинностей и податей. Свобода исповеданий старой веры и ношения бород. Вольное казацкое самоуправление без судей и чиновников-мздоимцев. Началом боевых действий стал осад Оренбурга, который, однако, так и не был взят пугачевцами. В столкновениях с разрозненными правительственными отрядами и гарнизонами восставшим вначале сопутствовал успех, но после неудачи под Казанью Пугачев ушел на правобережье Волги. Именно в этот период развернулось в полную силу стихии пугачевского бунта, разгромы и поджоги барских имений, кровавые расправы с помещиками и дворянами. Но Пугачев не решился идти на Москву, а повернул на юг. В августе 1774 года его войско было окончательно разбито под Царицыным, а сам Пугачев предательски схвачен богатыми яицкими казаками и выдан правительству. В январе 1775 года в Москве на Болотной площади Пугачев был казнен. Призрак Пугачевщины на десятилетия стал психологическим фактором, побуждавшим укреплять военно-репрессивный механизм самодержавного государства. Параграф 4. Внутренняя политика Павла I. Павел I вступил на российский престол 6 ноября 1796 года в возрасте 42 лет. Еще будучи наследником, Павел Петрович продумывал программу своих будущих действий, но ее реализация все откладывалась. Пока на троне находилась Екатерина II, об этом можно было даже не думать. В условиях ожидания власти I сформировался характер Павла. Он довольно скоро стал осознавать свое положение обойденного вниманием матери наследника престола. В 1783 году Павел был отстранен от двора и, получив в подарок мызу Гатчина, переехал туда со своим двором. Здесь он замкнулся на своем любимом военном деле, организовал три батальона по прусскому образцу и занялся не только вахт-парадами, но и созданием боеспособной гвардии с лучшей в России артиллерией. Такая ситуация напоминала действия молодого Петра I и его потешные полки. Слухи о намерении матери лишить его права на трон окончательно испортили характер Павла. Он стал подозрительным, вспыльчивость и раздражительность все чаще проявлялись в приступах безудержного гнева. Что касается нравственных устоев Павла, то он боготворил дисциплину и порядок. Сам был образцом в этом, стремился быть справедливым и блюсти законность, был честен и привержен строгим нормам семейной морали. Не случайно некоторые историки одной из определяющих черт его личности считали рыцарственность, поставленная во главу всей жизни рыцарственное понятие о чести. Внутренняя политика Павла была сориентирована на всяческое укрепление государственных и монархических устоев. Все, за что брался император, должно было с его точки зрения принести несомненную пользу России. Однако многие мероприятия выглядели торопливыми и недипломатичными, особенно по отношению к дворянству. Стиль павловского правления не воспринимало большинство правящего сословия, развращенное политикой привилегий. Поэтому многие начинания императора встречали глухую неприязнь со стороны дворянства, вылившуюся в последний в русской истории дворцовый переворот. Продолжая крепостническую политику, Павел стремился внести элемент упорядоченности в отношении помещиков с крепостными. Издавались указы о запрещении продажи дворовых людей и безземельных крестьян с молотка. А в 1797 году появилось распоряжение, вошедшее в историю под названием «Указ о трехдневной барщине», по которому отменялась работа крестьян по воскресным дням и помещикам рекомендовалось ограничить барщину тремя днями. Таким образом, Павел ввел первые ограничения помещичей власти над крестьянами ко всеобщему неудовольствию дворянства. Стремясь централизовать властные структуры, Павел начал постепенно заменять коллегии на министерскую систему, которая более жестко подчинялась бы ему через министров, но осуществить эту реформу не успел. Наиболее болезненно была воспринята дворянством реформа армии, объективно необходимая, но вряд ли желаемая. Из 400-тысячного списочного состава армии не хватало 50 тысяч человек, а их содержание было разворовано командирами. 70% офицерского состава также числились лишь на бумаге. Павел заставил всех офицеров служить. Кончились тянувшиеся годами отпуска, прекратилась практика записи с рождения в гвардию. Офицер должен был персонально отвечать за выучку своего подразделения. Нерадивость наказывалась чаще всего с ссылкой в имение, провинцию, в армейский полк из гвардии. Всеобщее негодование вызвало введение нового мундира, парика с буклями и косами для солдат. Но вместе с тем содержание солдат улучшилось, армейские офицеры стали быстрее продвигаться по службе. Раздражение и возмущение столичного дворянства вызвало регламентация быта. Запрещалось ношение фраков, круглых шляп, предписывались немецкие камзолы, треуголки и башмаки с пряжками. Офицерам не разрешалось ездить в закрытой карете, а лишь верхом и в дрожках. В то же время Павел строго следил за соблюдением законов. Любой человек мог бросить в специальный ящик жалобу, а ответ на нее императора печатался в газете. Таким путем вскрылись многие злоупотребления, за которые Павел карал, невзирая на лица. Павел I изменил закон о престолонаследии. Будучи страстным ненавистником феминократии, он уже в день своей коронации объявил, что отныне женское правление в России не допускалось. Престол переходил по праву первородства и только по мужской линии царствующего дома, круг которого был четко определен. В последующем закон о престолонаследии не нарушался. В ночь с 11 на 12 марта Павел I был убит заговорщиками в своем только что отстроенном Михайловском замке. Параграф 5. Особенности развития российской культуры в 18 веке. В 18 веке многие элементы культуры были непосредственно связаны с потребностями государства, спецификой абсолютизма. В этом направлении развивались школы, академические заведения, отдельные науки. созданная Петром I академией наук 1725 год способствовала авторитету России в Европе. На ее базе были предприняты большие географические экспедиции. В области точных наук и техники русские ученые добивались значительных успехов. Ползунов изобрел паровую машину, Кулибин создал много научных приборов высокого качества. Военное образование было продиктовано необходимостью расширения империи. Появляются воинские уставы и наука побеждать Суворова. А потребностями дворянства обусловливалось создание первого женского учебного заведения воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре в Петербурге Смольный институт. Екатерина II стремясь показать себя просвещенной императрицей способствовало возникновению в России масонства. В 1780 году в России было до ста масонских лож. Одним из крупнейших масонов был известный просветитель Новиков. С его именем связано создание первых ярких сатирических журналов. Он развернул широкую книгоиздательскую деятельность, которая определялась просветительскими целями. Господствующим направлением в литературе становится классицизм Сумароков, Книжнин, Фон Визин. Одним из наиболее крупных и ярких представителей русской литературы этого времени был Державин. Он сыграл исключительную роль в формировании русской литературы и развитии языка. Делала успехи и историческая наука. Широко известны исторические труды Татищева. В семи томах своей истории российской Щербатов создает цельную и полнокровную концепцию русской истории. Русская живопись второй половины XVIII века представлена такими блестящими художниками, как Рокотов, Левицкий, Боровиковский. Это было время расцвета русского портрета. В 1757 году была открыта Академия художеств. Наиболее талантливыми русскими скульпторами были Шубин, Щедрин, Козловский. Наряду с иностранными архитекторами, создавшими первоклассные памятники зодчества Растрелли, Кваренги, Камерон, блестящие творения создают талантливейшие русские архитекторы Баженов, Казаков, Старов. В 1756 году в Петербурге был создан первый русский театр, возникший сначала в Ярославле благодаря деятельности талантливого режиссера и актера Федора Волкова. В это же время жил и творил феноменальный русский ученый Михайло Ломоносов, стараниями которого утверждались многие научные открытия, способствовавшие процветанию и авторитету России.